здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня мы вяжем бактус нитки у меня кто помнит из обзора турецкой пряжи у меня два матка вот такой вот секционной пряжи 220 метров 100 грамм ответ если аж 1918 картопу и состав 51 процент акрил и 49 процентов шерсти 5 миллиметров два матка у меня ее крючок 2 миллиметра но это на 2 начинаем с 3 петель 3 петли я набираю делаю узелок и вяжем первый ряд лицевыми петлями по сути тут одна лицевая получается второй ряд изнаночными но начинаем со второго ряда добавления вот здесь перед кромочной петлей мы делаем воздушную петлю и провязываем кромочную следующий ряд 3 мы делаем вот таким вот образом впереди вязание воздушную петлю вяжем ряд до конца при этом кромочную провязываем лицевой воздушную петлю лицевой то есть все лицевыми изнаночную далее поворачиваем изнаночный ряд перед кромочной в изнаночном ряду делаем воздушную петлю и провязываем кромочную в лицевом ряду делаем воздушную петлю перед вязанием мы вяжем до конца ряда продолжаем таким вот образом расширять вот эту сторону смотрим мои хорошие начинали мы с 3 петель теперь у меня здесь 11 петель вот когда у вас будет 11 петель мы изнаночный ряд вяжем лицевыми петлями при этом не забываем в конце перед кромочной делать воздушную петлю таким вот образом в лицевом ряду вот эти добавления идут всю всю работу все вязание то есть вначале лицевого ряда мы делаем вначале воздушную петлю изнаночном ряду перед кромочной провязываю две петли вот эту воздушную и кромочную лицевыми петлями далее вяжу таким образом накид 2 вместе накид 2 вместе 2 вместе лицевая и кромочная изнаночная вот такой вот ряд у меня изнаночный ряд вяжу снова лицевыми петлями все лицевыми и накид тоже провязываю лицевыми петлями перед кромочной делаю воздушную петлю далее снова переходим на лицевую гладь то есть лицевой ряд лицевые петли изнаночный ряд изнаночные петли при этом в изнаночном ряду мы делаем первый зубчик закрываем 1 2 три четыре пять петель вот он наш первый зубец и далее вяжем по узору лицевой гладью сейчас мы в изнаночном ряду эти пять петель мы всегда будем закрывать в изнаночном ряду после вывязывания вот этого узора девчонки воздушная петля изнаночная продолжаем вязание лицевой гладью смотрим провязала я 6 ряду видите вязание довольно свободная поэтому и выбрала спицы потолще чтобы было воздушное такое рыхлое вязать провязала я 6 рядов раз два три 4 5 так еще вяжем 7 проверяем после узора у нас всегда должно быть 7 рядов 1 2 3 4 5 6 7 и теперь мы изнаночном ряду вяжем лицевую лицевыми начинаем снова наш узор вязать в лицевом ряду провязываем кромочную и воздушную петлю лицевыми и начинаем делать накиды и провязывать 2 вместе здесь видите здесь у нас лицевой не осталось то есть здесь просто провязываем кромочную когда как у вас получится визн изнаночный ряд тоже вяжем лицевыми и переходим на лицевую гладь теперь мы вяжем в лицевом ряду лицевыми в изнаночном изнаночные довязывая ряд лицевыми и здесь вот теперь я делаю снова вот эти убавления 5 петель тут ай будет такой вот у нас рапорт 1 2 3 4 5 продолжаем вязание выполняя вот эти уголочки здесь добавляем такие вот образа как мы хорошие показывая промежуточный этап видите вот здесь вот у нас получается такие зубчики там где мы закрываем по 5 петель а здесь просто такая плавная линия уходящая как бы и весь бактус у нас уходит как бы в правую вот так вот в сторону но при этом расширяется вяжем дальше до нужного нам размера при этом делая вот эти зубчики все время все время добавляя справа петь смотрите девчонки вот так вот она расширяется связала я вот этих уголков раппортом 20 целых 26 видите так она идет наискось и теперь я все петли закрою до конца очень мне нравится вот это сочетание цветов безумно нравится вот заготовка теперь я закрываем все петли после 26 раппорта остался у меня вот такой вот маленький клубочек он мне нужен для того чтобы обвязать по кругу все крючком сейчас я закрываю петли и потом покажу вам как обвязать закрываем свободно чтобы край был такой эластичный достаточно свободно закрываем петли вот закрыла я все петли видите осталась у меня последняя петля которую я одеваю на крючок и буду вязать рачьим шагом так называемый поэтому двигаемся слева направо вводим крючок в петлю вытягиваем провязываем 2 вместе снова вытягиваем провязываем 2 вместе вытягиваем петлю провязываем 2 вместе так перед передвигаемся по всему нашему периметру смотрите обвязала я с обеих сторон по кругу этим рачьим шагом вот так вот он выглядит красота неимоверная на мой вкус вообще я довольна и цветом из пока тем как он выглядит так теперь я вам еще про мере вот это самая длинная сторона самая длинная сторона у меня два метра 30 сантиметров вот это зубчатая сторона метр шестьдесят где-то и короткая сторона вот она там где мы закрывали петли она самая короткая вы меня научили все промерять по итогу почти метр где-то девяносто восемь сантиметров вот такой вот у меня бактус девчонки еще вам покажу конечно соответственно фотографии на манекене вот заверните по-своему как хотите если хотите прям совсем на шейный такой платок маленький пожалуйста вяжите вот вы вяжете начиная с маленькой с этого угла и вяжите сколько считаете нужным вот вот такой бактусик девчонки вяжите не пожалеете я очень довольна все соответственно выставляем в instagram хвастаемся я смотрю радую из-за вас из-за себя и все и все счастливы и довольны с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока